О начале криминальной карьеры вор в законе Лени Макинтоша первой криминальной разборки и ограблении инкассатора в очередь за квасом пролезли три наглых подростка, на что я очень жестко им возразил. Они предложили решить вопрос в другой плоскости, слово за слово и мне пришлось драться против группы подростков. Благо я обладал определенными навыками, в общем накидал им пару двоечек и вырубил их, но дальше случился поворотный момент в моей жизни. Я дождался пока не очнулся и предложил им квас, мы разговорились. И тут выяснилось, что ограбить инкассатор ничего не стоит. Я конечно сомневался. А они такие, ты на море и хочешь? Хочу конечно. На то мы порешили. В СССР вообще не было опкой машины, которые собирали деньги, не имели особой охраны. Во-первых, достать оружие было невозможно. Во-вторых, девать награбленное некуда. Утром выехала машина. Она собирала деньги с парков, кинотеатров и так далее. Сумма была очень приличная. Тут то ребята и выхватили чемодан. Я по плану должен был стоять в парке за стеной. Мне перекинули чемодан с деньгами и так началась моя криминальная жизнь.